Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Сегодня я хочу вам показать классический испанский соус Ромеско. Вернее, даже не испанский, а каталонский. Но учитывая, что сейчас Каталонию жутко трясет и все стены расписаны лозунгами «Каталония – это не Испания!» скажу еще точнее. Соус даже не просто каталанский, а скорее тарагонский. Впрочем, учитывая его бешеную популярность, он настолько распространен, настолько большое количество вариаций, что обязательно найдутся не один, не два и даже не один десяток людей, которые скажут «Да не так готовишь! В нашей дыре готовится совершенно по-другому!» Да и наплевать. Покажу один из базовых рецептов. Но что вам не скучно было смотреть просто на соус, использую для подачи двух традиционных испанских блюд – трески и лука-порея. Это вам кадры из будущего. А ночное соус – традиционно все продукты для него запекаются в древяной печи, но сегодня слишком жарко, чтобы ее топить, поэтому воспользуюсь духовкой. Сложу сюда несколько пожаренных на сухой сковородке кусочков хлеба, чеснок, и у помидорок отрежу вот эти вот части, чтобы потом легче было шкурку снимать. И тоже сложу в форму для запекания. Еще понадобится красный острый перец. Если у вас есть свежий, радуйтесь. Торгонцы вообще используют особый сорт, который называется бараний рог. Вот на эту фотографию смотрите, вот такой. Если нет такого, не переживайте. Используйте любой красный острый, все равно будет очень вкусно. У нас здесь свежего вообще днем с огнем не найти, поэтому я использую вот такой. Здесь он продается под номинованием «Кайенский». Еще один момент. Очень часто при приготовлении этого соуса используют подкопченную паприку. В Испании она называется ньорос. Продается вот в таком подсушенном виде. Я замочил парочку ньоросов в прохладной водичке часа два назад, предварительно удалив из них семена. И в таком вот виде кладу их в форму для запекания. Еще надо добавить орехи. Миндаль в обязательном порядке, а лесные орехи по желанию. Оливковое масло холодного отжима. Обязательно вкусное, ароматное. Не используйте вы для этого соуса дезодорированного. Лучше вообще его не используйте, в принципе, не готовьте этот соус. Масло не для жирноты, оно здесь создает вкус и аромат. Это база всего соуса. И где-то вот на это количество полстакана красного винного уксуса. И соль, такую вот щедру щепотку. Периодически меня спрашивают, чем можно заменить винный уксус? Да ничем его нельзя заменить. Так что получилась полноценная, равнозначная замена. Можно использовать вместо него яблочный. Но только тот яблочный, который имеет вкус и аромат. Вы в этом случае не получите никакого соуса аромеска. Будет тоже неплохо, неплохой соус. Но того яркого вкуса и аромата не будет. Потому что винный уксус здесь не для кислоты. Винный уксус для подведания ему характерного вкуса, характерного аромата. Впрочем, что я вас убеждаю? Ну попробуйте вы хоть раз в жизни, те кто еще не пробовал. Хороший, вкусный, дорогой винный уксус. Используйте его. Это приправа. Убираю все в духовку. Запекаться будет минут 40, может быть час. Температура 200 градусов. А сам тем временем займусь всем остальным. В другую форму для запекания добавляю немного растительного масла. И выкладываю лук-порей. Порей не для соуса. Это гарнир будет. Все, что нужно для соуса, я уже запекаю. Еще немного масла и соль. И обязательно черный перец. Порей запекается всего минут за 20. Рыба тоже жарится быстро. Поэтому у меня перерыв примерно на полчаса. Полчаса прошло. Убираю в духовку порей. Температуру не меняю. А сам займусь рыбой. Масло уже можно нагревать. Испанцы обжаривают треску чаще всего во фритюре. Они вообще масло любят. Но мне по душе менее масляный способ приготовления. Приготовлю лизьон. Разболтаю яйцо. И сразу же сюда добавлю соль побольше. А теперь все просто. Обмакиваю сюда треску и панирую в муке. Саму рыбу я не солю. Напомню, лизьон соленый. И, кстати, сразу не сказал. Для того, чтобы рыба по время обжарки к дну сковородки не приклеивалась, и для того, чтобы кусочки панировки, отвалившиеся, не пригорали, на дно сковородки кладу бумагу для выпечки. И вот на этой бумаге я обжариваю рыбу. Сначала выкладываю ее шкуркой вниз. Вот так. В наших краях треску вообще чаще всего используют соленую. То есть сразу после вылова ее филируют, пересыпают чудовищным количеством сухой соли и ждут, когда она просолится. А потом в таком вот виде хранят. В результате рыба теряет огромное количество влаги и становится очень плотной по консистенции. Есть ее сразу в таком вот виде невозможно. Поэтому перед употреблением ее вымачивают, регулярно меняя воду. Где-то 36 часов, иногда 48. В холодной воде и в холодильнике. Пожалуй, уже можно переворачивать. Смотрите, какая красивая. Супер, обожаю рыбу. А тем временем из духовки можно все доставать. Красота. Цвет какой карамельный, а? Помидоры от запекания стали еще более сладкими. Шкурку с них надо снять, конечно. И все это измельчить в пасту в блендере. Я воспользуюсь погружным. Главное, не заляпать ничего вокруг. Вот. Отлично. Ну, а сейчас все это можно довести до вкуса. Добавить соли, перца или вину уксуса. Ну, у меня все в меру. А рыба уже практически готова. Можно сервировать. Соуса побольше. Лук, порей и рыбку. Ну, вот так примерно. Давайте пробовать. Этот соус испанцы совершенно не обязательно используют как соус. Иногда в него выкладывают слегка обжаренные до полуготовности кролика или птицу, или рыбу. И в таком вот виде тушат до полной готовности. Впрочем, хватит болтать. Кусочек трески и соус. Какая она мягкая. Разваливается. Я обожаю треску. Жареную. На мой вкус, это самая лучшая рыба с этим соусом. Она просто прекрасно, фантастически совершенно звучит. Соус очень яркий. Винный уксус придает мощную такую виноградную кислинку. Я бы не сказал даже, что это кислинка. Просто мощная такая кислая нота. Сладкие помидоры оттянили все дела сладостью своей. Сладкие помидоры сладостью. Тортология, да? Ну, что я хочу сказать. Он одновременно и кислый, и сладкий, и острый. Потому что и перец, и чеснок сделали свое дело. Это суперский соус. А орехи и хлеб создали в нем фактуру, густоту. Давайте попробуем этот соус с печеным пореем. Надо его тщательно извозюкать в соусе. Вообще, печеный на углях лук-порей – это практически национальное испанское блюдо. Здесь целые вечерины устраивают в период его возревания. Сейчас укушу. Он великолепно. Лук-порей сочетается с этим соусом, или соус луком-порей. Потому что лук-порей очень сладкий после запекания. А соус, в первую очередь, кислый и острый. Они так классно друг друга оттеняют. Великолепный соус. Я понимаю, что найти где-либо, кроме как в Испании, эти самые нью-йоросы крайне сложно. Но попробуйте займите ее копченой паприкой. Копченую паприку в сетевых магазинах найти можно. И если вас вдруг занесет в Испанию, набирайте здесь этих хамых нью-йоросов в мешки и везите с собой. Штука классная. Записывайте себе в копилку этот соус, готовьте его. Это супер. Спасибо за компанию. Всем пока.